вами джаваскрипты bets мы транслировали не тот канал немножко перед этим но я думаю потом вырежу все и мы сделаем в одно видео как положено начало мы не пропустим здрасте у нас кстати уже был форсблат меду у нас папа все-таки забрала дк она получила 6 левел раньше она забрала его на седьмом левеле теперь возможно но она разминает немножко так по крипам по крипам у нас морф лидирует но они идут очень даже на равных с ck можем это наблюдать у них 41 20 41 20 на данный момент и это на самом деле интересно но зато не думаю не совсем равные у нас получилось все потому что дк не такой уж хороший фармер по сравнению с копой он имеет сегодня что самом деле на 7 крипов меньше но левыми тоже меньше и все-таки kill kill мальчиков пытаются размять брестолбека или брестолбек пытается размять морфинга вы сюда туда разминать ребятам может а мы сейчас дк прилипает да если будет хороший стан то ребята могут его спинать в итоге это бьет его спину да это килл для морфинга нет для дк дк все-таки дк килл а это уже кстати хорошие новости потому что тут дк да да а тем временем там клопа в меду убивает дизраптора я успел на этот моментик там просто разорвало клопа этого дизраптора я правда не понял что ты запретил в меду не знаю я думаю он получал опыт пытался получить опыт не против копы лучше не получать обозрения ребята противникой тем более надо она вот божьешь да да она не пожалела ульту зачем жалеть все такие у прекрасно теперь правда нам будет без ульты теперь дк за у нас не убьет он все-таки будет ставить фармить нас так не тем временем интересно что там у кентавра у кентавра тоже транквилы как у другого харди раз 5 ложные темы и раскачен станы раскачен станы на двоечку скачена пассива все-таки получает получать экспу он имеет столько же кто такой желаю как и сало немножко меньше чем цикану это цико скорость хочу 2 1 на троечку то он пока не трогал да и действительно зачем уже фармит да и толку там от одной иллюзии не особо да ну нас как мы видим игра пока не слишком активно 3 киллаз 10 минут все формат все полдать опыт смотри у нас у копы в лиги не ой у меня расширился на ускорение в ботле возможно если она кого-нибудь часу видит будет встретить то это может быть даже киев даже без ульты но ничего реально ничего не происходит ребята формят ребят пытаются фармить или получать экспу ребята то риме то есть все мы смотрим что bristol байками 6 левел на то время кентавр имеет только 5 он сейчас научь конечно 6 но немножко отстает все-таки по экспириенсу быстро так сразу показал что у него был 2 когда кентавр был только-только первых стать разминать без толпы кого-то ощущая плохо ощущает даже в спину потому что ребята пьют неплохо тем более детей им боют вообще хорошо особенно любит судару которого достаточно хорошие количество сил силы так у нас папа актеров на студии идет идет домой куда нам чуть нет она пошла в забрала себе виден за смог это смотри да это будет смойки это ли нас на хостей возможно да они идут на нижнюю и не черт будет неплохая драка возможно неплохая драка но смотри ульта есть все есть уже уже в слове на выдох так уже на себя всех стягивает начинает тебя два я даже подозревали но не расходятся да и бьет кого потом минус 0 минус 0 быстро дайка вот сейчас должна минусовать клопа андаинга не успела них и шо не проживать эту не видела его так сейчас брата приехал туда просто забрала вот статьи у нас морф который уходит не это улет уйдет ульта была прожата но вот шла бы обжата молоко она не сбила т.п. никаким образом она не может сбить т.п. и всего лишь продамажил буквально там на четверть потому что же может около такого то кстати покупает гос кептер морф у него уже есть пт и он сразу был посетить гос кептер интересно 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 цк вот что на цк вот цк армета и пт ну и дрейсер конечно для плотности немножко мы предлагаем посмотреть на варды соперника мы видим что команда слева видеть здесь все да нет больше варду нет вот вот ну только нижнюю руну в то время как команда юэй расставил агрессивный варты видит стаки 1 до раша не также 1 варна наверху сюда отличные три варда и да это видят заход если на к цк будет заходить ребята вид раша если все-таки будет бой не нарушение ребята и кто пойдет все таки и зафармить заставки может даже ребята сами придут так кто знает кто знает но смотри сейчас у нас вроде дезераптер сервере тостак он хочет еще один замутить походу ждет 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 но у нас атака у нас атака у нас атака у нас дезераптера уже свой дезераптеры цк распинали все забили закинали просто ногами он там пытался станом как-то броситься но у него не хватило мана на ульту не убежал не убежал и не убежал и последняя тычка это била к вамп но радостью пропустил моменте разминает вышку не она и в итоге и ляжет это вышка у брожат но это не особо поможет цикла от газа времени ска разрушил башню цикла еще из голда он купил себе уже огород клапки это возможно бкб скорее всего потому что ну а что еще так у нас тут просмотрим посадка соберет может быть это саша многие собирают сашей 1 артефактом на цк но это нормально все таки силач так сказать ему это и и в и в жирности в дамаг так у нас и у нас хорошая руна на них это инвиз и за ней идет дезераптер и сейчас возьмем дезераптер да у него забрался ребятам и не дал возможно если ребята из юэй пошли и забрали ее можно было бы у него не знают об этой же не смотри у нас тем временем цикла свой цикл дк все-таки забира будешь забирать этот стак видеть и она все забрала ну почти все но около того закрывают закрывают двоих глобальная сало проживается этом все по-моему заканчивается нет сало все-таки запинали длину сейчас тоже запинают клапка уходит а бистолбек ушел вообще нтп да я так и не понял почему не стали уходить сразу все если уж и что ушел тот кто будет получать весной дамаг пацан просто засал и убежал домой нет я думал он сказал сразу надо уходить парни не поддержали стали драться в размин на двух саппортов ну да в итоге который саппорт который хан турнина он же капитан команды он должен был все это самый сказать можно со мной сказал все ребята уходите за тебя от составляйте нас саппортов мы же все-таки саппорты за вас голды больше дали так у нас кстати двое на низу и подходит еще не на и четверо с противоположной темы так что драка будет не совсем на равных если раз где будет курьере уже летит что ли кидает варты для андайн гандальчик будет расстроить парды он видал он знает что фарт он разбил его там дека хотел воспользоваться артефактом shadow blade но у него ничего не получилось он подошел в инвизии просто ушел не получился как это стоит идут на равных их 4 4 не по счету но зато у них есть разница в опыте есть разница опыте полторы тысячи него и ведут и по x ой по голде они ведут почти две тысячи те же его в общем фарм тоже решает все-таки циками 105 крипов ворфи имеет 93 гриппа при том что он уже даже по моему пусть успел поучаствовать в драках но при этом нет ворс цикан выше на 400 монет нужно 500 практически ну клопа клопа лидирует по вопросу да пока ребята из в топе корт герои их ну смотри у нас вот с кем тоже имеется и уже имеется без 600 на руках прекрасно понимаю что это будет да это будет шутган будет вырубать саппортов просто с прокаста ну и такую как клопа пока у нее ворчит только тоже и будет на у нас отдел коп и ворчит и только обратил на это внимание такая варк кстати разбивают разбивает ли на вард все это запечатлели любые попа уходит на тп уходит на дмит и будет забирать дк но она слепая да я не знаю как она так не чекнула дк и очень статей на развороте причем так наличь на самом деле но это было полношу как винов пейн я не знаю у нас тут сходочка опять сходочка четыре человека нижней линии будут пойти по ходу кушать товар это правильное решение пора боже оба будет ставится не будет ставится он дар просто пока обходит это средний он вард хотел поставить но на то время и посмотрел если там кто-то навсегда ставил вард стал даже центряк на всякий случай мало ли чо да разбираются такие ушки мышку морф забирает ее это еще плюс голода у него же 3500 на руках да он уже по-моему управлять даже курьера потянули и он уже потрал то я потянули мы можем смотреть что он скиде купил сон теперь у него уже зарел гайк на теперь это просто ваншот будем считать для любого саппорта то в принципе там такие герои только цикл и бристалл бэк будет выжить бристалл бэк хотя нет 800 хп прикольный момент это у него всего лишь колечко и у него всего лишь щиточек ну там даже бристалл бэк больно если в лицо войдет все в принципе через 200 голды все купить все-таки вангвард вангвард ему особо много хп не прибавит немножко будет хотя бы больше тысячи у него будет 1050 если я не ошибаюсь около того восьмого левела могу ошибаться так у нас такие выход на морфа ему дали сало его запинали хорошо анализовали орчат юси попросту оставала ну-ка а все-таки в топе после после медицинка у которого даже таки саша и он будет собирать яшу теперь тоже почти собрал не надо я уговорил и сожжить ашу отличная руна для клопы она есть видела она она видит антарина почему она не прыгала мне интересно ну возможно побоялась что кто-то будет на подсервил как типа такого не родового шим быстро очень быстро снесла на самом деле там 900 хп тоже орчит ульта скрим пару тычек и он бы не выжил смотрелась проживается инвиз дзк который будет длительный не такой пивш в шб подобрал руну виза это будет возможно это будет кивычного нет да да он должен сейчас просто словить сайленсер на там будет на подсервиле ребята там ребята на подсервиле он это все прекрасно замечает это все это все димали центре кого ребят нет они не видят они подозревают о том что есть там я так думаю центре киеве на руках у ребят то есть рак есть рак она его краса составит ну теперь-то не понял вот появляется ключевой артефакт для кентавра это даггер все наконец-то спереди появляется и пацан летит куда пацан летит на т1 да будет драка пацан запрячется не показывает что у него есть даггер мы сейчас на варде спали цена да все он все снова где если ребята все прочекают то они все это прекрасно и полнота буря дочери на жилье у него пикнули но думаю они должны были это сделать на частном смоки наверно будет от ребят да да ну да собираются 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 сроком в куре нет для этого выхода от пятого просто не смотреть ну да проживаются все равно проживаются смоки будут идти пока стоят но должны идти и девят идите ну но они ждут наверно пока пройдут ну да чтоб я увидеть кого-нибудь на хрешка чтобы зашли они ждали вот все все до цепляют бека но получает лицо стан злобально сала прожимается у нас лагуна влетает боже и все и уходи на лог кп закрывают закрывают попу накрывая закрывает все тоже нету сала нету полетает такая начинает разминать ребят с иллюзиями ну пока что то не очень уж выходит это все делали всего лишь забрали кентавра и сами но у хп убегает по моему это все таки драка была там иллюзии запинали онлайнга да я не обратил внимание при том что там ба все-таки стояла все это было ну получился два в два неплохо ребята ребята на самом деле ребята из тимы слева как они называются что ревина курьеров из 5 курьеров из 5 они получили больше получили больше и они кстати сравнялись они уже вышли в ноль даже немножко больше чем 0 они уже 500 голды и по и около 200 xp в плюсе 7-7 счет это это тоже показатель равности ну так же мы видим что всего лишь 14 киллов мы видим за 24 минуты да ребята осторожней чем ребята не дерутся в этом форме от я я даже сейчас посмотрю на нашу нашли статуи стоп совсем крипов у цико и 142 крипа у морфа ну морфа имеется пока персик вместе с и зарел блэйдом да будет линка скорее всего а у цико имеется уже саша яша и он уже даже купил его клапп и скорее всего все таки он еще будет собирать среди это будет еще одна саша бкп появляется тем временем у дк а у папы папы уже полагоним папа полагонима и имеется портоном уже аршит то есть ну вот такие у нас а то ли у нас саппортов тут все очень плохо улили всего лишь от конец вместе со стиками полными в смысле полными которые большие мальчик стик а у сайлент 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 идет большие арканы искал арканы из хостки стики большие большие стики полные стики большие стики и просто полные звучат как-то неправильно как будто и там все заряды ну так вот вот и аж аж о чем сайлент сер идет в мекку да я закончу все-таки свою речь так у нас оба ребят а нет еще еще все-таки пистол дай приставлять все таки купил себе вангвард и он идет идет он в обратку скорее всего нет нет него в общем не знаю что он пойдет никуда ничего не спил получит дочь он идет в забыл как называется артефакт к рим сангвард надрезан вангвард полный собрать так смотрю что у нас тем временем за курьер плюс 5 ну марфа я уже озвучивал вот такая имеется бкб шп у дизраптора не просто стики а полные стики причем полный во всех смыслах этого слова не 17 стиков и кстати два варда и так хорошо и пробили только что да на удивление я не пойму для чего не так близко вообще были поставлены я не вода вани все это сбили так прекрасно просто 100 голды на получили ребята так но ярко меркам и смоки с собой все это есть он дайнга имеется браслетик на силу и арканы стики стики по моему стики есть у всех достичь есть даже у кинтава так вот этим временем остается всего лишь 800 голды до гонима тоже хороший артефакт и есть такие в бутле лежит на ускорение это можно тоже как-то реализовать мы видим что командная только в смоках куда-то идут да ребята на самом деле я стараю град очень осторожно это формировали вы не спорю что не стал форме больше всех решили все-таки меку собрать по фасту как можно по фасту потому что же 27 минут уже уже по фасту не особо получилось получается на самом минуте к 30 мы увидим меку начала помогать смотри сам форме дэншинту я думаю надо сейчас да то что он делает он дает ck engine все-таки для ck важнее но мека ребята мека так кстати хаммер появляется у цикка то есть у него тоже по сути не особо много стал звезды до бкб а вот бкб 2 бкб будет уже ну 2 бкб в смысле в целом вот такая его цико так повернуть вернули вернули прожимается бкб прожимается ульта за тк они бьют его спину но все-таки забирают забирают сало было уже давно прожата на лохопа кентавр лагуна не проживается он умирает попалась забирает андайн забирают боги морф а цк просто пинал ногами забрала все-таки его забрала его в общем минус не совсем понял что вообще происходило я понял забрала забрала с лагуны забрала с ульты забрала в опасности в общем неплохая драка получилось но неплохая но только для нас отключилась лина по-моему обиделась на сейчас на стриме нас смотрят я как раз показал таблицу убийств и смертей а там все в муте думают что я тут ребята ничего не говорят на самом деле ребята ну то только что я садил услышал голос типа ну там мат какой-то по-моему был или что-то типа того сказали не знал они все-таки общаются запускали будем на зачем они все это говорили в общий чат по моему кто-то из команды которая проиграл этот файт был возмущен кстати мне конечно не совсем вижу из-за таблички игра приостановлено с нашу статистику но я скажу что общая ценность общая ценность голда 2 косаря голды теперь подняли все его они там немножко проседали теперь они ее вернули и 3000 опыт они имеют прекрасно видел я показал пока за нашим зрителям какие там тогда один измель они уже имеют немножко больше чем только что ты показывал я смотрел и смотри у нас даже т2 его это один на низу немножко проседает всегда это и убьют и убьют бьют и криппы ночью щелеки помолки так смотри у нас тут сходочку нас сходочка на нижней линии от ребят из игры интересно почему цикане отдали боту для того чтобы он взял иллюзии него очень сильные люди ну да у него ты иллюзий будет и больше и будет и не сильнее чем у кого-либо еще ну ребята может не догадались и пересекли на трюк знаете у него есть бкб десяти секунды да кстати бкб все таки пересекли парню лина разрушила башню по моему лина только подошла и сразу одну тычку давай все таки разрушила эту башню нефиг бей так а смотри ребята то есть футбер плюс 5 бегают вообще в разных ну то есть везде по-разному тут двое ну кентавр только что пытался пушить в ответ но при одном тп он сразу ультанул и убежал так забрал забрал спаки дк ему что-то уже несут нет ему несут тп у него два косаря на руках он что-то будешь покупать поэтому это будет кираса маму что он да подожди нет он закупает хаммер он покупает печатку это будет не у нее это будет сильнее глюбить по всем мы великолю а захватили вражеские леса раз двор деле ворды да все это хорошо сыграно на самом деле было хорошо сыграно от кентавра типа который кентавр потому что он застанет так так будет что это вообще было что это было подождите это будет смой что произошло это были смыки на дизатор зачем-то закрыл кого за тут сам себя закрыл понятно немножко получилось клопа заблудилась не заблудилась как дома да так вот я так не продолжу вот тут но вот это вот таки короче копу за башу кентавр крип это было такое на самом деле такое может изменить ход младше потому что стоишь ты побежал расстрелить кентавр башет это тебя прорывается вся типа просто такой расклад возможен клопа уже начинает фармить ультами ну да вместе к ним у нее уже есть ультима и торп она будет собирать возможно будет секс все-таки ну я я думаю что лучше тех я тоже думаю что это будет секс ну даже если это не будет если я имею виду что лучше будет секс поэтому клопа собери секс выше будет что насчитает иначе на этом это будет секс все равно особо нет смысла собирать скади ремонту вообще не имеет смысла собирать скади тоже особо многого не даст так как она ультанула и и все и на этом закончилась история она ультанула дала скрим и раскаста это главный и конек проблема до проблема копы в том что она на самом деле вы идите не особо много решает потому что все и ульта не это все закончилось она стычки бьет очень слабо по сравнению с теми кто уже раз фармился уже имеет наши слотовы и просто бьет лица поэтому ребята которые взяли попу они должны понимать что надо не доводить до лейтап потому что у них дк у них морф нет даже есть кентавр который тоже бьет очень сильно при 6 слотах ну кентавр до 6 слотов еще очень и очень много я так думаю он идет сейчас именно в обраточку ну да это будет правильное решение то что он рвается на него весь все внимание приключается а здесь мы видим снова смог от команды юэй пока не видим пока не собирается но мы купили смог вот заферсила на ребята будут идти без копы потому что папа зафармилась а они идут на рошан но попозам зашли на него нет она улетает она улетает на протеста видимость того что все наверху она ультанет там даст скиллы а в то вернули но поздно поздно вернули могли вернуть ее сюда прямо к рошанчику но вернули ее под т1 но они подозревают наверно что это рошан хотя они об этом не знают так как у них нет там вижу ну ну в общем да рошанчик это запинали не особо быстро но не особо долго все это так собрались четверо запинали ушли на самом деле я же чего привычки не прожал время на самом деле на рошана хотел дать тайминг и ребята мы почему бы и нет так в общем не просто не нравится что у сала так мало пока мадам врыв на лизу просто маншот на ли прожимается глобальная сала новый ульта то у дк уже прожата ткб уже включено бьет очень больно он бьет дабл килл делаем прицепляется это предсказать это будет 3 пылки не подобрать 3 тела сделали ребята его сделали но не требуется в гантавра забирает последний парня это был это был лист в гантавра заразу летает по этому куда ультат он базу на вид к себе это 3 будет дефать будет дефать Вместе с Андами, вот он уже прожал, потому что он успел. Или в этой драке он не прожал? Да, ультимейт был в драке. Да, ультимейта у него нету, нету у него там бэй. Кстати, Кентавр не идет в обратку. Он идет в Кирасу. О, это неплохой вариант, неплохой. Кстати, что там Кираса и у пражеской тимы? Саша Яша, есть БКБ, есть Доминатор, купил себе Хрост Найт. Бистлбэк собрал Кримсон Гувард. И у него есть транквилы. В принципе, на этом все закончилось. А Гример Кейп ты отмечал за Дезераптора? Нет, Гример Кейп я не отмечал, потому что я сейчас только смотрел. Да, Гример Кейп есть у нас у Дезераптора. Это отличнейший артефакт, тем более, у Дезераптора. Кинул свою луту и убежал. Ну, может соевать. Так, Данг забирает всех Кипов. Он имеет Огр Клап, он имеет рецепт на Сашу. У него уже есть браслетик, он купит себе полную Сашу. Возможно, это будет Алибарда, которая будет замалхивать кого-нибудь изражеской тимы. А это очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Так, кстати, Доминатор у нас есть еще и ДК. Давно? Нет. Вот только что появился, я хотел об этом сказать, когда закончишь. Появился Доминатор у ДК. Так, ну... Все равно в команде что-то очень-очень терпильно играет, очень осторожничает. Они выходят только в смоках, только в спину, только при хорошей возможности. Никто не рискует. Посмотри, то есть покажи статистику. Там ребята уже вышли в ноль. По сути. Там по опыту немножко не дотягивают до нуля, а по Азоту уже даже немножко вышли больше, чем в ноль. Ребята из Кварьер плюс 5. Это очень даже неплохо. Игра идет на равных. В какая статистика какая-то? Не знаю. Нет, на самом деле с Кварьер плюс 5 не идут в большую доминацию. Они выпускают доминацию, но потом они возвращаются к нулю. В общем, если они почувствуют доминацию, мне кажется, это можно будет заканчивать. Потому что ребята неплохо себя показывают. В принципе, ребята из Кварьерской темы тоже неплохо себя показывают. Мы видим, как просто Клопа имела топовый нетворс, а сейчас уже все время идет к лейту, где она будет более бесполезна. И уже нетворс ее на четвертом месте. Пускай она не сильно остает от ДК и морфинга, но... На четвертом месте, да, это все-таки... При том, что у ЦК имеется преимущество в 3000. Над всеми. Ну, в смысле, над всеми топовыми. А говоря уже про саппортов и хардлайнеров, то это вообще... Мне кажется, ребята очень надеются на именно Хаос Найта. То, что он один всех убьет. Убьет. Хаос Найт имеет 4300 на руках. Это, возможно, будет все-таки Сатаник. Да, почему нет? Это будет либо Сатаник, либо что-то на дэмэдж. Не знаю. Пока у него нет слота из-за того, что у него лежит Аегис. Ну, у него нужно продать Амлет. Амлет, в принципе, полезен в любой стадии игры. Ну, а Аегис у него должен пропасть скоро. Или они все-таки реализуют как его? Я думаю, что все-таки нужно реализовывать Аегис. Каким-то образом. Все-таки убивать ЦК два раза не очень весело. Не очень приятно и не очень легко. Ну да, ЦК уже в той стадии, когда и без иллюзий неплохо может дать по голове своим мечом. Да, пропадает, смотри, пропадает. Да, вот как раз пропала Аегис. Да что, на 4 минуты? Ну, 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 ну. Так вот все у нас выходит. У нас выходит очень пассивная игра. Я даже не близко к тому, чтобы сорвать себе горб. Потому что я чуть ли не засыпаю. Ну да, да, это не тот экшен, который мы наблюдали вчера. Где были рампейджи, где были ультра киллы, трипл киллы. Команды постоянно дрались. Так, ну ты у нас, по-моему, будет в хосмуках? Нет? Нет, нет. Я еще купил, купил ультимейт торп, купил ЦК. Возможно, он купит себе монту. Да, он купит себе монту. У него уже есть Саша Яша, он купит себе монту. То есть он уже купил себе монту и вынесут ему. И это будет еще две иллюзии больше. То есть в итоге будет пять иллюзий и плюс Санцика. Там Саша появилась у Ондайнга после Аркан. Да, я показывал, что Саша появилась. В принципе, уже больше ничего не появляется. В этом все проблемы. Да, да, я это и хотел сказать, что вот именно ничего не появляется особо. Я рассчитывал на Алибарту от Ондайнга, но она, по-моему, даже не присутствует. Дизраптор вылетел, да, это капитан команды Курьер Плюс Пять. И на это вылетел, сорян, толку. Ребята, все понимаю. Будем ждать, будем ждать. Что вообще делать? Все равно скучная игра. Все равно скучная игра. Ну, не знаю, мне не понравилось. Ну, пока. Ну, были, да, были такие драки, неплохие вот тут в виду. Но на этом все закончим. Да, да, где ты спокойно варил. А, ну, минус пять. Ну, минус пять. Ну, ребята разменялись в два, в принципе. Ну, минус пять. Подумаешь, минус пять. Ну, минус вся команда. Слушай, когда у нас Гланая сделала Брэмпагу, я тоже не особо удивился. Брэмпага, ну, бывает, ничего за что. Ну, да, да. Ну, я пока пался, заглянул в сообщение. Видео не идет. Заспамили мне здесь. Ну, уже оно идет. Я думаю, нас слышат. Заодно гляну и сколько людей присутствует с нами. Да, может, опять немного, что-то поговорим. Так. Да, это все-таки. При том, что ты выбирал долго. С тебя уже три тысячи. Я его пока посмотрю. У ребят у нас. Мы сможем сами. Теперь когда появилось два ультимейтера у нас овуморфинга, это будет предположительно все-таки скади. Это даст ему по всем статам хороший плюсик. Потому что морф это статы. Морф это статы. У него уже есть линка давненький, наверное. И за Риал Блейд он появился еще в начале игры. Это был его первый артефакт. У Бристлбеков есть Огр Клаб. И у него есть 1100 на руках. То есть это уже, скорее всего, будет БКБ. Я так предполагаю. Потому что БКБ очень полезный артефакт. Кринстон Глард у него уже давно есть. Клаба имеет уже там на руках. Она имеет Аганин Хекс Аршид. 700 зота сверху. Но это ничего пока не дает. Там у саппортов, тем временем, есть Мека Арканы у Сайленсера. И есть... У Лины есть Барабаны. У Лины есть Барабаны. 6 зарядов Барабанов. И Арканы. Это, собственно, все. Так, предположим за тема. У Кентавра есть уже почти собрана Кираса. У него 600 голды. У него уже 3 артефакта готовы. Ему остался рецепт. Рецепт, по-моему, стоит 1300. Ну, ребята, близко. Ребята, близко. И Дайгер с сапожками. Это такое себе. Нет, есть Дайгер. Это хорошо, сапожки. Такое себе. Дизраптор все еще только Глиммер, Кейб, Брейсер и Арканы. 800 на руках он имеет. ДК. Меланер. БКБ. ШБ. И Доминатор. 700 на руках. И, по-моему, у него больше ничего нет. One Piece. One Piece у нас кто? One Piece у нас... А, у нас как раз-таки ДК. У ДК есть Хипперстоун в куре. Суперстоун в куре. Да, это будут полные молнии. Меланер. Да, это будут полные молнии. Это будет меланер. Меланер. В общем... Так. Да, да. Меланер, меланер. Не молнии полные. Меланер, меланер. Ну, а ванданика все еще Саша. Саша с Арканы. Все. В общем, так вот, ребята. Вот так вот. В сорок момент этой игры у нас вылетел вместе и ЦК. ЦК с противограничной темой вылетел. Дизраптора все еще не подключили к нам. Мы ждем. Мы ждем. Мы верим. Надеемся. Ждем, что пацанчик все-таки к нам подзоединится. Мы продолжим играть. Потому что пора уже ребятам драться. Пора показывать хорошую игру. Пора сорвать мне голос. Пора мне прилагировать история. Потому что скучно. Ребята, скучно. 12 кило с одной стороны, а с другой стороны. До сорок минуты берем. И что это за дела? Ну, просто китайская дота. Все нормально. Это не китайская дота. Это русская дота. Это китайская дота. Поддобие китайской доты. Хотя у нас хаос залетает. В соло кири, конечно. Такое обычно можно увидеть. Только в раше. Ну, вот я тебе о чем говорю. Ну, ЦК. ЦК формил. ЦК не бегал, не дрался. За Ковассана формил. Он выстрелил себе неплохие артефакты. На самом деле. Он имеет топовый Детворс. С небольшим отрывчиком. В 3000. И он имеет топовый Кривстат. По-моему. Добито. Да, да. Он имеет топовый Кривстат. Он имеет 10-90 крипов. И 266 крипов. Это ближнее у Морфа. Ну, в общем. ЦК должен. ЦК должен бить лица. Тем более, что ребята постоянно имели преимущество. Они упускали его. Я не буду спорить. Они упускали его. Ребята из Кюрьер плюс 5. Постоянно выравниваются. Постоянно пытаются выигрывать драки. Это у них неплохо получается. Но Лейт. Да и Лейт, в принципе, тоже за ними. Но ЦК. ЦК бьет больно. ЦК бьет всех. Ну, что там, ребята что-то пишут по поводу дизеранта? Нет, ничего абсолютно. ЦК вылетел, ЦК вернулся. Адитартор все еще стоит на месте. Собегли маке по Морфанам и Брейсерам. Все. Так, ребята, показывают, что надо сайвать Т3. Подожди, нет. Они просто что-то пишут. Рош. Они пишут Рош. Но Рошика-то еще нету. Или есть? Нету. Нету Рошана. Затягивается у нас пауза пока что. А, ребята показывают, что Роша будет 47 минут и 50 секунды. То есть это через 7 минут, что-то, по-моему, немножко переборщили ребята. Там у ЦК недавно, конечно, а может уже и минуты две назад пропала Егис. Поэтому минуты через две, минуты через может одну, а может уже прямо сейчас появится все-таки Рошан. Ну вот же там прям эти промежуток времени показываются на таймере. Поэтому ждем, ждем появления Дезераптора, надеюсь, он решит свои проблемы. Говорят, ребята, еще 5 минут. Что ж там случилось с того Дезераптора? Если не зайдет, играем в четвером. То есть, а, ребята даже не знают, будет ли он играть. Потому что ребята говорят, что мы будем играть в четвером, если Дезераптора не будет. Ну, мы видели на Интернешн или как Секреты, играли втроем за пятерых героев. Может, ребята будут просто в четвером играть, а может ребята будут играть в четвером за пятерых героев. Может, он Даник все-таки затащит за двоих. Да, да, за двоих, троих, за пятерых просто. Не, ну я ж не знаю. Ну, в принципе, неплохо играют. Может быть. Правда, вот эта проблема, что вылетел именно капитан команды Курьер Плюс 5, Биг Панда РДВ. Он их наставлял, он им говорил, он пикал. Все это проходило. Неизвестно, неизвестно, кто там рассказывает макроигру. Я думаю, что капитан... Ну да, неизвестно. Это наше предположение. Кто-то другой. Точнее, мои чистые предположения. Кстати, у Лины 10-й левел, у нее лагуны 2-й еще даже нету. Будет близко, но не совсем. А у ее тиммейтов-то 19-й лугл бы. Ну, 13-й в Ресталбэк. А Ресталбэк, конечно, плохо себя немножко показывает. Но все-таки Харлиния. Ему немножко мешает. У Сайленсера есть. 11-й у Сайленсера есть глобальная сала на 5 секунд. У него есть. В общем, не знаю, не знаю, что это будет. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Так, по-моему, да, у Морфа уже почти есть, кстати. В Скайде у него 1100 на руках. Он через 100 голды купит себе. Пойнт Бустер и там, Warp of Venom. 275 голды. В принципе, понты. Ну, ребята, ждем, ребята, мы вас ждем. Ребята, мы без музычки. У нас YouTube заключает музыку. Мы ждем вас в тишине. В тишине? Да нет, нет, мы же тебя слушаем. Да я уже заколебался говорить. Да, да, устал, устал говорить. Я тебя понимаю. Ну, осталось подождать еще, наверное, пару минут. И если не подключиться, Дезераптор продолжим смотреть противостояние 4 в 5. Не знаю, будет ли шанс у ребят, играя 4, выиграть. Все-таки там House Knight, который имеет практически уже 5 слотов. Причем, очень сильных слотов. Не знаю, не знаю. У тебя появится Кираса у Кентавра. Он отдаст свои плоды. Вот ондайн без итемов. У него есть Саша. У него есть Саша, но... Он дмитрий. Это герой, особо ему это мало чего дает. Именно ондайн. Он с руки особо не бьет. Он за счет скиллов, тамбы, что-то делает. И ультой. Впитывать все дамаг. Ну, ульта, да. Он впитывает дамаг. Хилится за счет убитых в радиусе крипов и героев. Да, кстати, я так и не наблюдал за... Ну, я немножко соблюсь с темой. Все-таки мы ждем. Можно поговорить о чем угодно. Я не наблюдал за ВК. Ульты с Аганимом. До сих пор. Представляешь? Ты до сих пор ее не видел нигде? Вообще нигде. Ни в папчиках, ни в рейтинге, ни в про-доте. Вообще, так раз, он реально является. Дезераптора нету. Играют ребята вчетвером. Играют ли они за Дезераптора. Не знаю, нет. Дезераптора уходят на базу. А без Дезераптора ульты будет на самом деле плохо. Я лучше скорее... Вот это за Анданго. Если бы я был саппортом, играл бы за Анданго. Я бы стал бы тамбу и просто убегал бы. Из-за Дезераптора уже ребят накрывал бы на самом деле. Посмотрим, как они будут поступать в этом случае. Может быть, ребята будут... Кто-то, кто первый умрет, будет его брать и накрывать. А может быть, он будет стоять на базе. Нет, он стоит, кстати, не на базе. Он стоит на... Ну, не на фонтане. Он стоит на Т3. Ребята направляют его домой. Пускай получают опыт, может быть. Я думаю, они его там поставили для того, чтобы играть от дефа. Хотя сами вышли достаточно далеко и формят. Ну да, я на самом деле заметил, что ребята из Курьер Пус-5, они не боятся. Они постоянно бегают в рознь. Купается, полупается все-таки по Инбустер и у него, да, и покупается Оверпоф Феном. Это уже с Курьер Пус-5. Ну, будет сейчас лететь уже. И снова очередной смог от команды UA. Ну, Купак как обычно не попала. И Леонид как-то уже спарилась, не знаю. Я тоже не пойму, как она постоянно... Ну, и вот ее видели сейчас. Ну, да, да, кстати, Купак типа одна. А может, кстати, это байт. Может, вот байт на бут. Конечно, все может быть. Даршан остается 2 минуты. Как нам показывают таймер. СКА не появляется уже все-таки. Донесли до морфа, и это будет бомбо. Это будет не просто с этого замедления все-таки от его атак. Так, все, спалились или не спалились, а... Закончился смок. Да, закончился все-таки смок. Ребята ставят вражескому лесу. По-моему, ребята что-то знают. Поэтому морф ставит... Ставит иллюзию ДК дома. Если что, он к ней прилетит. Ну, вот же на вардере, да. Род открывается в клапан, но... Да, отправляет. Ну, он сносит и вставили пол-хп. Почти пол-хп. Это при том, что он даже стычки и не до ни одной не дал. Просто на него вопал. Да, да, у него очень сильный прокаст. Он просто ворвался и кинул два скила, и все. А если бы это все было прозорил Бэд, ну так это вообще хавайся. Ну, любой бы самкорт упал, и все. Ну, достается. До Рошана. Кто будет забирать Рошана, неизвестно пока. Ну, ребята, по-моему, намерены драться. Ребята не намерены ждать Рошана. Они идут прям по мид-линии, с скрипами со своими. Они будут пушить Т2. Это будет первая их Т2, если они встали его скушат. Не получилось. Не достал. Риджи немножко не хватило. Да. Грифтом не достал Хаус Найт. Ну, я думаю, команда Курьер Плюс 5 будет ждать их на хайграунде, так как это единственный шанс что-то сделать. Да, это Ю-Т2. Ну, да, у них нет дезавтра, дезавтра играет кто-то из Тюрмейта. Кстати, полные молнии, если Мелнер собрал ДК наконец-то. Ну, он их собрал еще, когда я взялся, смог. Ну, я не обратил это внимание. Да, ну сейчас вот остался, в принципе, шестой слот для Хаус Найта. Принцип потом еще армит можно заменить какой-нибудь Тараской. Или Кирасой на его усмотрение. Ну, Тараса же в выводе будет, нет? Не будет, скорее всего, Тараса. Ну, от убивает Лену, у нас протаста от морфинга. Да, минус один, уже будет 4 на 4 драка. Происходить кентавру купаться и Тарасу, да. Кентавр купался и Тарасу, и это будет уже Бобо, на самом деле. Это минус армор для тиммейтов, это плюс армор для... То есть, нет, это плюс армор для тиммейтов, минус армор для энерви. Мне, кстати, непонятен выбор, почему именно не Драун Найт купил. Тараса, обычно он собирает. Ну, если кентавр может себе позволить, почему нет? В тем временем, ДК купить все открытие дни, другие артефакты на дмейдж. Так, Д2, да, Д2 будет уже, скорее всего, отдавать, не будет. Дежать. Ну, конечно, прожали. Нет, врубается ульта от Найта, ставится там Ба, врывается. Кентавр, прожимается глобальная сала, глобальная сала прожимается все-таки на кеммах. Ты ж, как они играют. Накрывают, накрывают, динапы так заиграют. Отлично. Неплохо накрывают. Это трипл килл. Это просто 4 в 1 от команды Курьер плюс 5, играем в четвером. ДК сделал трипл килл в своей форме. Так, очень неплохо все это. Ты посмотри на хп ДК, у которого фулл. Да, у которого фулл, просто хп. Он просто прожал свою ульту и все. Нет, нет, он прожал все-таки станчик, он прожал. Прожал БКБ. Вот, сейчас упадет еще Элина, но она вовремя, очень вовремя уходит. Алина была вообще в теме, в смысле, в файке? Нет, я так и не понял. Мне кажется, нет, так как лагуны, видите. Ну, лагуна... Лагуна хреней, лагуна пола урона. Все равно это чистый урон. Нет, это не чистый урон. А, это да, урон урона урона, он распространил БКБ. Все, да, это я уже. Ну, все, ребята идут Т3, ребята ломают. Это Байбек откроется. ЦК, ЦК выкупается, он идет пешочком, пешочком, пешочком идет. Ну, ребята решат отойти. Ну, и правильно, они залили на Байбек, почему не уйти теперь? За Дизраптора, за Дизраптора. Неплохо отыграли, накрыли, закрыли. Просто замечательно все получилось. То есть, Роша, кстати, есть, Роша еще был во время драки. Можно его забирать, пробовать? Я думаю, сейчас и будет кто-то его забирать. Да, в принципе, Морф может создать, потому что рискали, он за Дизраптора замедляет Ростаршана. Но нет, он... Я думаю, они не будут особо рисковать, так как они в таком положении, что... В таком положении они подняли три куска, они подняли три куска опыта, и они подняли три куска голды. Все, они вышли вперед, они уже имели... Ну, 3000 на 50-й минуте, это не так много отыгрывается за один файт. Они хотя бы не в ноль, они хотя бы не в ноль. Они были в ноль, они постоянно были в ноль. Они либо проигрывали, либо были в ноль. Теперь они вышли, теперь они имеют какую-то небольшую доминацию, Теперь они могут себя чувствовать более уверенно, и, по-моему, только что по драке, Которая произошла в 4-5, садики, ну, или, наверное, не было, я вспомнил, почему не на него, Потому что она умерла в самом начале еще, до драки. Ребята победили! Победили, а не просто в салат! А там у Морфа 3400 на руках, есть свободный слот, интересно, что он выберет. Будет ли это дэмэдж, или что это будет? Как мы видим, он не боится фармить чужие леса, Несмотря на то, что он не оставил репликейт где-либо. Ну, да, он у нас тп. Домой с чего летит. Не, ну, в данный момент он спидпушит, все правильно делает, Сейчас он увидит, что команда противника внизу. И он может дальше идти, а потом придет на тп, Когда ребята будут ходить в т3, на самом деле, 2 можно отдавать. Будет их разводить на тп, для того, чтобы кто-то прилетел наверх. А потом сам улетит на эти. Да, да. И разовьет всем лица. Потому что Морф уже, уже хорош. У него, конечно, три слота, но эти три слота, это не просто так. Он, да, он, причем, он отлично бушит, потому что у него есть. Ливер Фром. И Фром, кстати, он разминает т3, смотри. Да, почему-то никто не делает тп, вот только сейчас тп, он уже заберет т3 тавр, да, выпадет сейчас т3 тавр. Да, Морф улетел, все. Хорошо. Он сейчас долго думал, ребята, нападать или дефать. Стянул троих, и попонял, они ребята просто поняли, что они т2 забрали в пикером, за то время, когда Морф в соло забрал их т3, просто. По-моему, это была ошибка от команды Юлей, я не понимаю, они, наверное, расслабились после того, как вы видели, что один из участников ливнул. Не надо было расслабиться, потому что, как ты уже говорил, Лейт все-таки за ребят из Курьер плюс 5, а Лейт уже начался, уже 50-ая минута идет. Ну, на самом деле, это равносильный Лейт. Хаус Найт и Бристол Бэйк в Лейте очень сильные. Ну, я же тебе говорю, что Лейт, по сути, уже начался, а если смотреть по нашему лейту, кто уже начался, ребята из Курьер плюс 5 намного сильнее. Это мы видели в предыдущей драке, когда ребята просто всоватимы, убили пятерых. Ну, там просто все-все хорошо вошло, несмотря на то, что их четверо, все ульты вошли как надо. Они отдали Анданго, который впитывал дамаг. Ну, это нормально, что они отдали Анданго. Андайн, который хилил не себя, по-моему, он хилил либо Тамбу, либо своих тиммейтов. Это вполне норма. Роша, кстати, стоит же до сих пор. Проверяет Андайнка Рошу, не видит его. И, кстати, ребята под смоками, смотри, под смоками ребята идут на Рошу. По-моему, все-таки на Рошу. Ну, Роша нет, нет, нет. Ну, ну, давайте. Да не бойтесь, не бойтесь, заходите. Чувствуйтесь как дома. Дитро зашли. Просто, что же не спалить смоки и проверяли, есть ли кто-то. У них нет движения. Ну, да, да, да. Так, а смотри, сальнице уже ходится. Сальнице понимает, что если кто-то куда-нибудь ворвется, то он будет прожимать лопарь. Ну, тут никто не врубается. Сейчас ДК просто можно зайти и проверить. И получит вылей на самом деле. Ну, на самом деле, надо нападать на ДК, но заберет ли он и есть, нет. А, и он попытался его развести. А, ребята, да, ребята, посвятили. И, по-моему, это больно. Это килл. Есть ли у него байбек, есть ли у него байбек. Так что это не с... Ну, это сыграло роль. Это сыграло роль, ребята подняли. Тысячу голды, две тысячи опыта. Но... У него парня есть байбек. Парень есть, если потратиться на МОПР, то он все-таки, если это развалится, то это все-таки ДК. Ну, пока они дойдут до Т-3 вышки, он уже появится на самом деле. Так как линии отпушены. Минута-то еще. Всего лишь минута, на самом деле. Смотри, у нас Кристалли, кстати. Я только что заметил, ДК Кристалли. Появился. Он уже давненько, давненько. Там уже скоро Диадаус будет. Ну, он все-таки не будет его покупать, потому что, я думаю, он будет скопить нам байбек. Потому что, ну, такие моменты бывают. Поэтому, если в соло отдался, то сразу выкупайся и иди ломай. СК, кстати, уже F5 топливный нетворс имеет. После него идет с минимальным отрывом морф. И после с 1000, с отрывом в 1000 идет ДК. Клопав, да, Клопав четвертая до сих пор. Она имеет 20 тысяч нетворса, но... Ну, что она имеет? Она имеет только ганим, БКБ. Нет, БКБ, кстати, у нее есть. У нее 10-секундное БКБ. Но стычки-то она в итоге не особо-то сильно бьет. Ребята тоже плотные, ребята толстые. На самом деле, меня больше всего удивляет тот момент, что бистолбэк, который должен впитывать дамаг, а тоньше будет даже, чем та же Клопав. Нет, ну, повернувшись спиной, он питает больше. Клопав питает. Ну, это да, это разумеется. Потому что у него даже, по-моему, брони больше. Да, у него брони больше. У него Кримсон Гвард есть. Вот посмотрим, и снова будет заход на хайграунд. Получится ли у ребят. Заходят, заходят, но... Просто... Не забрали, да, накрывают, накрывают, ульта от ДК вырывается БКБ, он очень больно бьет биться, но его тоже бьют, он на ЛФП будет убегать. На ЛФП отражали, да, уже убывается, ульта выдвигает. Морф, морф, сдох. Морф-то сдох, морф покупается. Да, в байбеке, в байбеке было уже 3 байбека. В 3 байбека, но ребята... Ребята поиграют. А зачем-то выкупился еще у Хаус Найт. Хаус Найт выкупился, да, но он надеялся, что может он успеть прилететь, или что-то типа того. Ребята улетели, хвопа из сала дома. Мне, по-моему, осталось... Кстати, не было глобального сала. Да, глобалки не было, глобалка до сих пор есть. Поиграли драку, ничего не скушали. Ребята вырвались. Нет, кстати, смотри, у нас немножко такой... заковильно получилось в опыте. У нас было 6 преимущества, а у Курьер плюс 5, и сейчас... То есть не 6, даже... Я же говорю, один файт все переворачивает, они набирают немного преимущества за счет пуша. И так же быстро за файт сливают его. Ты пока сам, я сейчас отвечу. Да, да, я продолжу пока сам. Мы видим, что Хаус Найт имеет только 4-ый Нетворс, Квин оф Пейнт снова вышла в лидеры. Морф и МСДК на 2-ом месте, не сильно отстают от клопы. В принципе, первые 4-е места имеют по 22 тысячи Нетворса. Дальше Большой Провал, где Кентавр имеет 10 тысяч Нетворса. И тем временем все формят, парни из Курьер плюс 5 зажались, в принципе, на базе. Декада как-то что-то формит. Немножко в лесах. Я тут, я свого с вами, 21 на 17 у нас счет. Ребята все-таки из Курьер плюс 5 вышли вперед. Даже по тому же счету. Не говоря уже по голде с опытом. Не, кстати, по опыту... Ой, нет, по голде, по голде, грубо. По голде, ребята, в нуле. Все-таки в ноль они вышли. Все сейчас в ноль. Ребята просто будут тут панорамных. Но проблема в том, что нету Д3. Нет, ребят, нету Д3 у ребят из Юэй. И в масс-файт они проигрывают. Уже второй масс-файт они проиграли. Были очень хорошие ульты, очень хорошие... Очень хорошо разминать их ДК под ультой своей, под формой дракона 3-й, с кристаллисом, с БКБшечкой. И он бьет очень даже больно. ДРВЛА, да, у него уже здесь ничего себе. Ну вот поэтому он и выкупался. Так, АЦК, АЦК, я очень... АЦК, я все вижу, да. Я же не буду ДРВЛА. Да, АЦК тоже ДРВЛА, и он, если что, смог бы прилететь к ребятам на помощь, но когда у нас выкупался, ребята его померли. Ну опять у нас просто фарм. Хотя ребята, наверное, сейчас будут пытаться зайти по миду. Получится ли у них в третий раз. А Морфинг снова будет сплитпушей. Да, Морфинг подходит на верхнюю линию, он ставил Сауст свой его репликейт, свой репликейт на базе. Если что, он прилетит даже не в ДСТК. Хотя у него еще здесь ЧА-80 у него появится возможность репортироваться на себе на базу. Ребята заходят на Т3, вырубаются. Ну, неправильно, неправильно ЦК все это сделал. Почему же? Они просто начали бушить. Так, все, началась драка, началась драка, ДК врубает ульту, вырубает ПКБ, начинает его разминать, немножко кайкид, закрывает, закрывает одного из ТБК, вкинает, то есть, в итоге, прожимается ульта Квапы, Квапа в итоге помирает, по-моему, даже никого не забрав. Кентавр, только Кентавр. Нет, Попуа, как раз-таки забрал одного. Это минус 5, это минус 5, это минус 5. Это, это, да, это 3 байбэка, но нет байбэка от ЦК. Будут ли они в соло пытаться размять морфа? Или морф сам их сейчас соло разомнет? Ну, это вряд ли. Только быстренько сайленсера, он мог забрать и уйти потом. Это раз было даже глобальная сава, но не по-моему. Не было аегиса, все на этом закончилось. по-моему, ребят, не, в принципе, ребята немножко похарасили башню. Башня-то почти упала. Вот так вот, в принципе, так каждый раз заходить, а потом каждый раз выкупаться, то можно будет попробовать до трона дойти. Ну, по-моему, все-таки у ребят из Кюрьер плюс 5 больше, значительно больше шансов. Я посмотрю сейчас на графики, я вижу, что у нас около 6 тысяч экспы у ребят из Курьер 5 и по голде они вышли с нуля за одну драку. Они вышли так, у нас 5 драк, у нас 5 драк, я откликаюсь от этого момента. Накрывают. Накрывать никого. Не получилось накрыть, может быть КМБ, он берет в сторону. Просто сносит клопу без байбэка. Саленсер тоже. Все равно забрали Дизраптора, Саленсер запинал просто ручки, запинал морф. От парня, у которого с Кадди сложно уйти. Плюется, плюется у нас ДК пистолбек. ДК врубают теперь теперь плюется уже ДК. ДК плюется больно, забираю этот ультра килл от морфа. Морфа, да, и по-моему ребята могут подписаться ДГ, я не знаю зачем было как-то они по-моему решились до трона и пункт писать ГГ, как будто в парчике, я же буду пока не сижу то. Что это такое? Нет, ЦК, ЦК сейчас будет разминать, ребята, я думаю. Да, ЦК врубает ультра, ЦК подбегает, посмотрим посмотрим получится его не по-моему он бьет бьет он больно но даблкил от морфа еще даблкил теме того, что он только что ультра килл сделал так он еще даблкил сделал тапич ребята гглп это реально гглп ребята шли очень долго на равных и падает трон при том, что у ребят из Курьер 5 даже здесь все-таки это сам зажива я поздравляю ребят из Курьер 5 да, да, мы поздравляем команду из Курьер 5 они вчетвером победили да, 5 минут можно на самом деле правда меня сейчас не слышат ну я не против можно нормально ты меня в лоббе а я в лоббе ребят еще не создали ну я смотрю на время и там уже половина шестого ну в принципе полчаса ты еще можешь покомментить да, да я без проблем тем более я могу даже перекурить ну если бы ты еще курил сейчас найдем вообще покурить добавь меня в пати и если что кинешь меня в лоббе да, ладно сейчас сейчас приглашаю так как я вылетал мне бы да нашел пароль посмотри может ребята уже лоббе создали все-таки перекур будет находиться то есть перекур будет в самом лоббе по тому же пароле пока ничего не создано вроде бы ну значит можем обсудить этот матч на самом деле было очень интересно очень интересно я пофиг кто-то говорил о том что было очень интересно потому что были классные драки были очень классные драки были были байбеки были ребята выловили и они сравняли шансы эти 4 ребята играли сравняли шансы они 4 собирались драться с 4 против пятерых и потом ребята такие а нет давайте мы все-таки сейчас будем драться в 4 на 4 так в итоге получилось ребята выиграли драку просто в салате но они на танго забрали всех пятерых и просто пошли дальше пропушивать линии они конечно ничего не спушили они пошли пропушили линии все 3 причем линии морф спит пушил потом соло верхнюю линию он забрал т3 потом в итоге ребята когда был третью драку они выиграли нет это была третья драка они выиграли на себя на базе потом они пошли пошли уже пушить конкретно они пошли помиду они выиграли еще четвертую нет они четвертую четвертой драки не состоялось потому что накрыл неправильно накрыл дисраптор точнее не дисраптор а тот кто играл на дисраптор очень хорошо никто не попал или попал он по-моему вышел с помощью БКБ Бистлбек я вот это вот не обратил внимания потому что все-таки не было аганима у дисраптора получилось у нас вот так вот потом в итоге когда ребята были все все-таки произошла драка уже на стороне на базе UA и проиграли и просто дрона спушили их курьер Кусь 5 да но я думаю нам все же тоже можно уйти на паузу небольшую команда еще не собрались я поставлю музычку тогда выключаю свой микромон потому что не слышно будет если если будет играть музычка я тоже отойду с вами все еще свидимся не выключайте нас слушайте музычку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... По-моему, мы можем начинать. Да, ребята, мы начинаем. Я надеюсь, меня слышно. Потому что там музычка играет. Надеюсь, надеюсь. На самом деле нас слышно, обоих, не переживай. Все прекрасно, прекрасная информация, мне это все так нравится. Ну, насколько я полагаю, должны были выключить общий чат. Попробуем включить в доте микрофоны уже после пиков. Мало ли. Но мы видим, что команда будет в полном составе. Да, ребята, все-таки решили проблему с интернетом, видимо. И это, на самом деле, не может меня радовать. Да, тогда команда выиграла четвером. И снова какие-то проблемы. Да ладно. Да, опять объект. Нет, все-все-все. Все нормально. Все в порядке. Ждали парни, пока загрузится. Да. Панда пердивей, это который парень капитан. Капитан. Так, я включу, наверное, да, чтобы можно было говорить в дотке. Можно уже это все сделать. Да, я думаю, рано, рано говорить, так как вдруг они опять включили общий чат, они будут нас слушать. Ну, я надеюсь, что они скажут нам, да? А может, что нет? Ну, давай тогда не будем. Если что, перед уже самой игрой. Так, видим Сайленсера в бане. Сайленсера, да. Ребята, скорее, опять не хотят видеть Сайленсера, потому что нет. А почему они не хотят? За них, по-моему, был Сайленсер, да? Нет, нет. Нет, против, против. Да, все-таки, да, против за них был. Им приходилось пережидать это сало, чтобы нормально скиллы ей все дать, спражать. Квапу тоже не бают. По-моему, они понят всех тех, кого они только что видели. Ну, неприятные, неприятные оба героя. Глобальная сало не дает ничего сделать. Queen of Pain тоже хорошо стоит в миду. Потом у нее ауе-раскасты. Чистым уроном бьют все-таки очень неприятные игры. Ну, смотри, все равно ребята все-таки выиграли. Почему вырли, давайте потом вот этим Салатину. Все драки. Выиграли, но герои все равно неприятные. Возможно, у них есть какая-то комбинация, стратегия. Вот, они берут гирокоптера. В бане, смотри, у нас в бане все-таки Andang от UA. Не понравился Иман Дайнг все-таки. Хотя они, в принципе, заливали его очень быстро. Интерверно появляется у ультра-агрессоров. Там больше не сам герой Иман Дайнг не понравился, скорее всего, а именно Тамба. Потому как, когда Хаос заходил вот уже на мид, на Хаос, когда заходил, он не смог особо расконтролить иллюзии. Они не могли пробегать между зомбарей. Какая у нас задержка стрима? Четыре минуты. А мне тут спрашивают, долго ли мы еще будем молчать. Если мы уже не молчим минуту, значит, через три минуты мы начнем говорить. Отлично, логично. Наверное, где тебя спрашивают, в личке? Да, да, да. Так, уже пошло дополнительное время. Вот шейкер. Да, у нас заходит шейкер. Это будет какая-то, наверное, камба с интерверной. Возможно, это будут два саппорта. Возможно, ребята справляют шейкеров в харду. Шторм Спирит залетает от Курьер плюс пять. Они показали уже оба своих кор-героя. Да, Митер и Керри уже явны. Уже можно будет подбирать под них ультра-агрессором что-нибудь иное. Кстати, у нас Ланая. Ланая у нас строится все-таки в банк. Ребята, возможно, видеть в предыдущей игре на Ланой. Ну, она очень неприятна, на самом деле, для героя. Щеточки, ухо, щиточки. Да, да. Несмотря на то, что в профессиональной Доте забыли особо Ланая, здесь не забывают. Да. Ну, на самом деле, проблему решить, щиточки, ну, очень легко. Это, например, какой-нибудь Вайпер. Ну, видимо, ребята не хотят брать Вайпер. Хотят брать Вайпер, не хотят брать какой-нибудь периодический дамаг. Ну, теперь мы видим, почему мы забанили Сайленсера. Да, у нас, да, будет Шторм. Шторм не любят у нас Сайленсера. Потому что это, это Шторм, который влетает, разжимается Сало, и Шторм такой, ой, что дальше делать? И не улететь никуда, и ничего, никого не убить. Ну, разумеется, если только не Шторм летает первый на Сайленсера. Ну, может, он не все-таки не убьет его сразу. Может, это Шторм за Саршида, например, и... Все-все возможно, да. Такое. Ну, тем временем, Дарксир отправляется в бан от Курьер плюс 5. Идет дополнительное время у команды Ультра Агрессорс. И это Даззл и Тускар. Отправляется в бан, не имеется в виду. Это не пик, это бан. Ну, ребята что-то задумали. Кстати, я наблюдаю, что Пейла до сих пор никто не забанит. Да, это может быть и Лансер, и мы можем увидеть сейчас Дизраптор, Виверна. А, нет, нет. Ну, если только Шейкер, он не в харду пойдет. Ну, да, я же говорю, Шейкер, по-моему, может пойти в харду. Он как может быть Тарм Спорт, но таким отличным хардером, на самом деле. Ребята, кстати, возможно, слышали меня когда-то на предыдущих стримах, что Шейкер Миду с фиссурой очень больно бьет. Ребята, если вы будете брать Шейкера как второго саппорта, то отправляйте сразу в него. Шаман, Шадоу Шаман. И это, скорее всего, все-таки Шейкер Хардовой. И будут у нас два саппорта, Виверна и Шадоу Шаман. Шадоу Шаман тоже для меня необычный пик. Я его никак не ожидал тут увидеть. Ну, да, это первый Шадоу Шамана на нашем турнире. Ну, это ясно, чтобы ловить Шторм Спирита. У него есть Хекс, у него есть Шейкер. В ответ Леон. Тоже с Хексом. Тоже со Станом. Ребята, неплохо. Причем они так, знаешь, один сверху, второй снизу. И ребята, реально, у них очень похожи скиллы. И антимаг у нас все-таки залетает. Да, антимага-то, собственно, не забанили. Ребята-то антимага не забанили. Пэлла нету. А тут, кстати, нет, тут Пэлла уже не будет, потому что тут у нас гирокоптер. Наспалили, ребята. Да, неприятно, наверное, будет все-таки Шторм Спирита. Они подумали о том, что Квапа может быть Шторм Спирита. Они подумали о том, что Сало будет неприятно. Делает Шторм Спирита, но они подумали о том, что антимаг выжигает ману Шторм Спирита. Наверное, ребята не боятся антимага, раз его не забанили. Они больше Дарксилы, как я видимо, боятся, чем антимага. Нет, я думаю, что такие ребята забыли. Давай не будем этот самый. Так они заводить. Ну, не подумали, не забыли. С кем не бывает. Ничего. Так, у нас дополнительное время, наконец-то, все-таки началось дополнительное время. Курьер плюс пять. Ребята думают, что на четвертом пик это будет второй саппорт или хард-линия. Потому что, в принципе, больше ничего-то и нечего брать. Я не знаю. Может быть, у них когда-то будет новая мета. Нет, это умник Найт, это второй саппорт. А умник Найт, как мы знаем, выигрывает игру. Ну, посмотрим, как он здесь что-то выиграет. Антимаг, если ему очень быстро, а маном Берн сжет ману, он ничего не сможет в драке. Главное успеть отображать. Дальше, дальше не важно. Дело в том, что Омник, из-за счет Рефейла, за счет ульты, очень-очень неприятный герой. То есть, даже, если Шторм сидит, или Геррокоптер какой-нибудь, будут, ну, если кто-то из, не важно, кто из них будет топик, по натворству, на него просто вешается ульта, на него вешается репел, и, ребята, даже ни магические, ни физические драка, просто его не пробивают, и этот герой просто будет, просто ходить и разваливать, не знаю. Так вот, вот так вот все это будет, Омник, я же говорю, Омник выигрывает игру, но посмотрим, посмотрим. Ну, мы наблюдали вчера, на самом деле, Омник от команды, если честно, Омник очень часто пытался, либо не прожимал ульту, либо прожимал ее очень поздно, либо пытался прожать ее очень поздно, когда его уже, он только пытался прожать, и в итоге его ловили. На самом деле, я замечал, что еще Омник прожимал ульту, он был вторым саппортом с Дазлом, и он прожимал ульту на себя, и на Дазлом. Это тоже было, на самом деле, весело. Этот момент, на самом деле, я не увидел, Не помню именно, чтобы он на саппортов тратил ноут, просто я видел очень много масс-файтов, где он чего-то ждал, не знаю, ждал, может, лол хп, но там просто ребята разносили ультами всех, и он не успевал вообще ничего сделать. Это Лина в бане от Курьера в плюс 5. И Тейтхантер от UI. Немножко не обратили на это внимание, ребята из Тейтхантера, да, они понимают, что это всё-таки ещё последний пик у них, то есть не у них, а у Курьер плюс 5 будет последний пик Хардлиния, а вот у ребят из Ультраагресса последний пик разбудит Миды. Они решили Лину, которую на самом деле Далина очень сильно тоже бьёт по лицу Шторм Спирита, решили всё-таки её забанить. Ребята теперь думают, кого убрать против Шторм Спирита. Ребята, возьмите лиуса. Так, пока секундочку один. Да, без проблем. Ребята тратят дополнительное время, у них 18 секунд остаётся, это последний пик, это будет пик Нидера против Шторм Спирита. Кого же они возьмут, кого же они придумают. Я предложил им, конечно, один вариант, они меня слышат, у нас задержка 4 минуты, даже если они смотрят на 6-7. 3 секунды, 1 секунда, ребята, это All-Fordy Warrior. В принципе, я догадывался, что они так и поступят, но я хотел немного другого пацанчика увидеть. У нас будут 3 Даника и 2 Брежника за команду Ультра Агрессор. Так, у нас сейчас остаётся последний пик, это последний пик от Курьера плюс 5, и это будет Хардлиния. У ребят вполне достаточно времени для того, чтобы выбрать этого героя. Кто это будет? Это будет кто угодно, только не Тайтхантер, потому что Тайтхантера забанили. Тайтхантера забанили, это может быть Дистлбэк опять тот же, который будет бегать под Ультой Омника и просто не ощущать ребят. Сначала вообще не ощущают ребят, а потом, когда Ультой Омника спадёт, он там появится спиной, и тоже, в принципе, ещё ничего не будет, по большей части. Это может быть та же Квапа, нет, Квапу забанили в руку, это не может быть Квапа. Но на самом деле не хочу загадывать, давайте просто посмотрим, это будет Бисмастер. Это будет Бисмастер, ребята, меня сегодня конкретно удивляют, Шадоу Шаман, Бисмастер. Ребята, что это? Что это такое? Я не знаю, как это комментировать, но я хочу это увидеть, я действительно хочу это увидеть, мне это будет интересно, это жалко, я, скорее всего, не досмотрю до конца этот матч, если он будет длительный, потому что мне нужно будет убегать. Но, 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 так что давайте, ребята, дерёмся только вначале. Вначале дерёмся, значит, заканчиваем игру по-быстрому, я всё это прекрасно увидел. Так, ребята, не пикают пока последнего героя, они обдумывают стратегию, они обдумывают что-нибудь делать, но на самом деле я не думаю, что ребята из ультраагрессор будут как-то давить по-быстрому, потому что у них антимаг. Антимаг это антимаг. Так, тем временем я возвращаюсь в игру. Не особо много я пропустил, я смотрю. Взяли Бисмастера и взяли... Аутвордер. Ага, Аутвордер. Так, ты уже представлял команду? Нет, никого пока не представлял, они только появились у меня, правда, Аутвордер уже убежал в чёрный откуда, ну, я пока представлю всё-таки, да. Команда слева у нас UA, это Буффало будет играть на антимаге, Финбро будет играть на Алтвордер Ди Ворере, Тастескилл будет играть на Йорк Шейкере, Хан будет играть на Верни и Верни и Мистер Каптейн будет играть на Шадоу Шамане. Команда справа у нас Курьер плюс пять, которые тоже, в принципе, сбегаются вроде в одну точку, вы будете собираться играть и идти на нижнюю руку. Так, Герокоптер. На Герокоптере будет играть Биг Булл Белл, на Штораспереди будет играть Ванна Пис, на Леоне будет играть Капитан команды Биг Панда РВТВ, на Омни Хнати будет играть Грин Армор, и на Бейсмастере будет играть 410 В3. Вот такие у нас команды, вот такие у нас пики, пока сладостного колени не совсем известно, но, в принципе, я прекрасно понимаю, что это будет Трипла, это будет Герокоптер Керри, это будет Местмастер Харда, не знаю, как, кстати, как... Безмастер, да, Безмастер вкачал Дичь. Безмастер вкачал Ястреба, Безмастер вкачал Кабана. Ну, это все один скилл, в принципе. Да, это Дичь, ребята. Будут фармить, то есть это будут смотреть с помощью Орла, да, то есть Ястреба. Ястреб уже, кстати... Ребята, вызвали Ястреба. Он закончил через минуту, 66 секунд даже, и не знаю, что успеет посмотреть этот Ястреб. Кабана, Кабан, кстати, очень сильно замедляет, и он неплохо бьет, потому что Кабан дальний. Это для меня до сих пор непонятно, Валве, почему Кабан дальний. Ребята, съездите в Россию, посмотрите, Кабаны не бьют, не плюются. Они отдаются. Расскажи, Валве, как вылет Кабаны. А ты обратил внимание на то, что у нас, скорее всего, будет в харде трипла стоять? Я пока пока не совсем. Нет, я вижу, что, да, ребята идут на нижнюю руну все. А, да, а, точно, бейсмастер-то наверху стоит. Точно, да, у нас будет харда, на трех... Трипла будет в харде, это... Это... Это что? Это будет на самом деле проблема в том, что ребята не смогут отводить крипов. Ну, смогут, если они, конечно, вот этот вот стак, ребята, там, как-нибудь попробуют отвести, но это сложно, это зачем? Так, смоки прожимаются, бейсмастера с ними нету, смоки прожатся. Мне тут пишут некоторые люди о том, что сколько можно пикать. Очень много времени не уходят на пик. Да, кстати, у нас тем временем забирают, забирают. Нет, не забирают, боже, он сливается, но ненадолго. Бан живет, но да, это все-таки не настолько, потому что есть, все есть, герокоптер, первый килл, у него уже есть 32 опыта, и немножко даже голды, его себе купил, даже рецепт, набрать банд. Нормальная тема. Я слышал, шторм подбирает руну, тем временем, шейкер подбирает руну внизу, наверху, в руну, наверху, он откинулся фиссурой на висмастер, висмастер ощутил ты немножко. Если поставили два варда, для того, чтобы забавить спаун, один, конечно, еще показывают лес немного, но он банит также этот спаун, и его очень быстро и легко найти. Но вот, если догадаются, варде. Проблема в том, что я все время в предыдущих игр, по-моему, тут еще ни разу не виделся. Ну, просто тут варда очень хорошая. Подожди, они его неправильно чуть поставили. Спаун не заблочился, но вот этот заблочился за счет этого, в принципе. Так что, главное, что ребята не смогут отводить крипов, это будет... Так, у нас вылет, у нас первый вылет, это мистер кептейн, на шо-два шамане отключился, это прикольненькая тема. И нет, вылетел. Ну, классно, ребята, я же попросил быстренько закончить, у меня, кстати, у меня тоже пора, слушайте. Ну, я думаю, там уже появилась таблица, можешь глянуть, тебе ли надо создавать лобби. Сейчас я посмотрю. Они, не тебя не надо создавать лобби, так что тебе должен написать человек. А, ну все, значит, лично, правда, пока еще не вижу. Я надеюсь, у тебя личка-то открыта. Личка открыта, да, я всегда своего лично. Отлично. Так, я пока скину своему товарищу эту табличку. Может, он тоже не знает, он меня спрашивает. Он, кстати, создатель, да, он будет создавать, а я буду ждать. Ну, в общем, да, я пока жду. Я подкрою, наверное, телефон все-таки, в телефоне, личку, чтобы наблюдать за этим всем. Я, если, может, я даже, нет, я не вернусь, конечно, уже, но зато посмотрю хотя бы начало. Начало уже в ФБ было, мне уже весело. Мне уже все нравится. Кстати, смотри, вард прикольный. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Ты имеешь в виду сам вид варда? Да, да, да. Старенькие, старенькие варды. Ну, да, да, они хорошенькие. Интересный, интересный. Так, что там на сайте маг, кстати, по-хоп, немножко посидать. По-моему, немножко харассит. Да, его бисмастер харассит, его харассит он кабаном, который плюется в него, понимаешь? Он плюется в антимага. видим, как расставили линии все-таки команда UA, они поставили антимага вместе с Ведимитром Верной против бисмастеров хард-линию, а шейкер остался в легкой соло против триплы команды Курьер плюс пять. Ну, вот мы видим. Смотри, Шаман у нас ровно. Шаман до сих пор первого левела, и он стоит или стоит в виду. Ну, может, сейчас, ну, сейчас, смотри, сейчас будет хороший. Так, ребята, ребята прессуют, но нет, нет, не хватает, не хватает и времени, не хватает и дамага, или еще нужно три тычки примерно. Или хватает, или хватает, или хватает, не хватает, шторм уходит, да, не получился, немножко ганг. он получился, был шатушаман, а он мог еще хех сдать в придачу, и было вообще замечательно, на самом деле. Надо было, надо было идти с ребятом в триплу, и там куда-то был шейкером, и получать это все. Так, мы видим снова свап линии, где герокоптер остался сам в хардлинии, но туда сместился антимах, не знаю, остались герокоптер. почему нет, он стоит соло, он фармит вроде бы, он имеет топовый трипстат, по-моему, у него все замечательно, его, по-моему, еще не у него все устраивает. Смотри, он даже харасит антимага, антимага вынуждит отпрыгивать. Пока что, Ну, пока, значит, пока что он не будет уходить, логично, логично. А потом, если ему что-нибудь не понравится, он уже уйдет. Смотри, у нас, кстати, имеет топовый натворство, также и хардер, который теперь оказался в трипле, теперь он не особо хардер, а теперь у нас фармер. По-моему, ребята что-то знают. Ну, они оставили, оставили фармера в соло, который имеет не только гол, а нет, все, пришел прямой омник, если что, он на подсейве есть. А не только омник, смотри, все, да, оставили, оставили парня в соло теперь, без мастера. Без мастера теперь все-таки опять хардовой остался, правда, стоит он в изилайне, но хардовой, сам же не будет сидеть и попал, попал правильно. Так, ну, ребята, что-то мутят, что-то мутят, в миду тем временем проигрывает по гриппам, нет, не проигрывает по гриппам, не на равный ходу по гриппам, очень даже с девойером. Был же заход, мы все это видели, прекрасно был заход, поэтому потеряла, немножко потеряла опыта, что распирит девойер уже пятого уровня, а что распирит еще четвертого, ему нужен еще один крипти, чтобы так поднять пятый. Ну, пока пассивная игра, все это. Мне уже потихоньку начинать писать по турниру один на один. Ну, я пока, и все равно пока здесь, я попробовал комментировать один, если что, если что там отличаю, я не против, и зрители тоже не против меня слушать одного пока что. Так, ну смотри, у нас ТП на верхнюю линию, теперь бисмастер не один опять, теперь он вдвоем, но тут трепла, кстати, тут стоит трепла, топорики, закидывает топорики, плюется кабанчик, замедляет. Так, у нас еще ТП, если даже не два. сюда же ТП. А, это в интервью верно перепортировалось туда же. Кстати, да, Леона проивает, очень сильно проивает Леона, Леона откидывает со станом. Они забирают шадоу шамана вдвоем, и еще, может быть, даже заберут антимага, если кто-то успел отпрыгнуть, его сливает сразу в интервью верно. Слушай, неплохо, неплохо для начала игры, шадоу шамана останавливает игру, не знаю почему, что случилось. Сколько много у нас пауз, конечно, в этой игре. Да, ну, было неплохо, смотри, антимаг прыгнул на Леона, и чуть сам Леони не отхватил. Без мастера с Леоном, да, комбинет, комбинет, хотел сказать, комбетчет. Так, герокоптер, в те времена, типа фарни, у него топовый крестат. Он стоит в соло, нет, не в соло, он стоит с омником, омник, который стоит на, возле боковой лавки, точнее, на боковой лавке, он, по-моему, даже не получает экспу. Нет, ну, может, получает экспу, у него третий левел, у герокоптера четвертый левел, почти пятый, он опережает и шейкера, который вроде как соло, вроде как не соло, не совсем понятно, но он его опережает все-таки, потому что шейкер стоит в физи-лайн. В физи-лайн, сходи с соло. игроки сами уже наконец-то напоминают о том, что только капитаны могут общаться в общем чате. Очень правильно напоминают. Ну да, это все-таки. Ребята правила читали, ребята напоминают все это все. Кстати, кабана отдал, без мастера, я не понял, что это за микроконтроль, почему кабана отдал, без мастера? Кабана там еще жизнь, он жил бы, жил бы, он еще харассил бы антимага. Кстати, что-то антимага такой себе фармер, он даже не совсем убивает грипов, я смотрю, реально у него не соп. Получается, кстати, харассит, очень больно харассит Винтерверна Леона, все под хил, под хил репел, ловят, ловят бисмастера, больно, Здесь сейчас антимага должны убивать просто, еще пару дычек. Да, у него нету пункта, нет, его сливает Винтерверна, в интерверну в те времена не убивают, а бисмастер живет, на лоу хп живет, его даже не хилил, ловник еще, у него нет маны, нет, у него же есть мана, но он пока еще не хилит. Ой, слушай, 0,3, 0,3, в сторону курьер, курьер плюс 5. Да, теперь ребята имеют преимущество в тысячу опыта и полторы, почти полторы тысячи голды. Дело в том, что ребята в прошлой игре сначала немножко проседали, потом они выравнились, выравнились, в итоге не выиграли эту игру, теперь они просто сразу давят на своих соперников, а это, это тоже, ну и жестко дезморалит, в самом деле, не знаю. Ну, как сказать, дезморалит, рано еще дезморалится, еще вся игра впереди, тем более, они не так сильно уже проигрывают пока что. Кстати, не вкачивал Vortex еще что-то вперед. Ну, с ума раскачкой. Да, не будет он пока цеплятненького, пока фармит, ему все-таки важнее Dead Bull Damage и Eminent. В принципе, он стоит-то против Outlaw, поэтому ему особо много не будет. Слушай, да, интересно, но мент все-таки, ну, я знал, что эти бойеры все-таки пикнут, потому что шторм, потому что либо Nux, либо D-Waller, больше-то особо выборы, Лина, конечно, да, но Лину забаним все. Ребятам нужно было как-то... Так, у нас выход опять на... что у нас перед-то? Шаман ставит вард, идет за... Нет, он... Все, нет, он просто ставит вард и уходит. Нет, это не выход. Нам вполне могли, вполне могли забирать, Вижена тут нету, мог вот так заходить и будут запинать его ногами. Ну опять, что-то сейчас будет ловить, наверное, антимага, нет, нет, не пытаются ловить. Ну, тут 3-па против добы. Против 3-плы. А, все, я вижу 3-плы, видишь. Ну, сейчас опять улетает. Да, верно, улетает. Просто дело в том, что, да, смотри, то Виведом улетает, то шаман уходит куда-нибудь в мид, вот это вот тоже странно. Видите, кстати, смотри, шейкер-то, ну, опять шейкер-то, с шейкером бежит, гирокоптер, он без ракеток. Пусть шейнется пытаться, но нет, нет, не успевает. Не получилось. Да, просто птичку дал, и все. Я не понял, что зачем, что распределетел на рунку, он же думал, что заберет гирокоптер, у него рунку, опередить хотел. Все, может быть, все, может быть. Я, кстати, курьерчиков не заметил, там осел, да, там осел, а там, там, там тоже осел. Дожди, я, по-моему, в прошлой игре был полей, был не олень, был коньячка, коньячка, да. Кстати, мне так и не отписали, ребята из команды, US, да, US команды, они не писали мне, в итоге курьерчик, у меня до сих пор есть. Значит, им не нужен курьер, у них есть еще 4, или сколько там, говорил парень. Ну, видимо, ну, просто этот кабанчик, конечно, блин, это просто был уже месяц. Так, смотри, у нас, у нас теперь появляется 4-й тем временно на линии, он, он в инвизе, он может, а ему нечего цеплять, проблема-то в этом? Ну, он очень сильно заметит, но, почему-то он не дождался, и мы там хватит, да, все забрал, так, а тем временем забираю. Я коптер забрал. Он что хочет, он что хочет забрать, нет, он, он сейчас сойдет, скорее всего, потому что больно, очень больно его убьет. интимаг должен его сливать, еще пару. А интимага нету, ну, уже слово, его... Ну, сейчас просто на развороте, герокоптер убивает антимага, дальше бежит за шейкером. Сейчас это будет трипл килл, да, это трипл килл. Просто трипл килл оформляет, конечно, герокоптер. Без проблем, просто без проблем. Тебе, кстати, у нас, смотрите, у нас теперь четыре человека. Да, вот в этой лево стяжки просто постоянные, то вверх, то вниз, постоянно все куда-то летают, и тем временем 8-0. 08, 08, 08, не знаю, да, короче, крутые стяжки, на самом деле, ребята играют, как могут, классно, Девори стоит, стоял, потому что макарф, он просто понял, что я лучше сюда уйду, ребят, мне тут сейчас есть условие, там не крутые. Мне кажется, парни тебя просто послушали, после того, как ты говорил, скучная игра, я хочу спать, решил, я очень сильно активничал, как в рестанте экшена, это минус шадов демона, шадов шамана, прошу решения. Да, стан, был прожатки Вориера от Дисмастера, но в итоге, его не забрали, это весь дамаг, что он получил, это все соло, Геори. Так, я думаю, уже пора переключиться на нетворца, нетворца, герокоптер у нас лидирует, имеет 5200, за ним идет Шторм Спирит, 3900, и только потом идет Outworld, из противоположной команды, из команды UA, которая имеет 3400. Тем временем, мы посмотрим на графики, где в 4000 выигрывает Курьер, плюс 5 по XP, и по галде выигрывают более 5000, уже до 6 практически даже. Нет, А6 там уже есть, там где-то, а нет, А6 там уже есть, там где-то, наверное, уже около даже 7, смотри. Ну, то есть, это все сложно, конечно, определить на глаз, но в целом, в целом, там есть уже 6, я все-таки считаю, да. В общем, ну, ребята, ребята играют хорошо. Ребята сразу начнут и мир по карте. Это, возможно, будет 2-0. Антимаг до сих пор 5-го левла, в отличие от гирокоптера 9-го уровня, который еще убивает, делает 3-пл киллы. Не знаю, не будет ли ошибкой этот антимаг в хард-линии. Интернет на телефоне мне пропал, хотя я от роутера. Очень интересно. Не, ну, в принципе, я написал все нормально. Значит, я уже, по сути, победил. Уже 10 минут, я не знаю, может, ты попробуешь написать ему сам? Нет, я не хочу написать. Я тут комитик, мне тут интересно, а то ребята начали драться. Мне больше это нравится смотреть. Так, ну, у нас 3-пл, у нас 3-пл теперь. Так, может быть, сейчас, где варер подойдет? Нет, деварер поднимает руну богатства, он там немножко получил экспрей, возвращается в мин, сейчас он будет дальше фармить, стоять. Он имеет 3-й нетворс по карте. У него большой, на самом деле, очень. ты так, смотри, у нас тем временем драка, драка на лиду, и скорее всего, все-таки заберет. Или нет, стики прожимаются очень хорошо. Как же вовремя фекс от шадов шамана? Стики, фекс, очень неплохо сыграно, точнее, даже очень хорошо сыграно. В итоге, Девария забирает того, кто его хотел обидеть. там наверху антимага. Бискмастер забирает, антимага, скорее всего, да, вот прожат была ульта, поэтому он не смог улететь. А возможно, у него просто хватило ману, да, у него не хватило ману. Но линк, я вижу, у парня 5-й уровень, у него раскачивает троечку, но у него не хватило манки. Ребята выжигают ману, как могут. Антимагу выжигают ману. Как это замечать? Иронично. Да, и он присасывается, так и забирает всю ману. А там тем временем, герокоптер нападает на двоих, на аутволда и забирает его просто в соло. Антимаг до сих пор 5-го уровня, уже 14-ая минута. У антимага 27 крипов. Герокоптер забирает еще и шагов шамана. Господи, что творит эта замечательная игра? Да, замечательная игра для герокоптера, тем более, с учетом того, что чувак просто имеет топовый натворщик, чувак имеет 8-0 по карте, он имеет такое жесткое преимущество, что он даже не дает ребятам из US расслабиться. Да, да, тяжело будет остановить такого герокоптера, который уже 11-го левла, я так понимаю, это топовый левел, да, после него идет Storm Spirit 10-го, и потом 9-ый, 8-ый, 8-ый. А антимаг как саппорт, или он даже выше левелом? О, смотри, антимаг не глянь, не понял, что левел все-таки у него уже есть мановой. Блин, это такой трэш. Что будет делать этот антимаг? Я не знаю, ему нужно очень много фарма.